В своем первом послании народу Казахстана президент страны поручил продолжить работы по цифровизации, реализации программы Рухани Жангру и уделить особое внимание молодежной политике. Руководители соответствующих управлений на брифинге рассказали журналистам о проводимых в этом направлении работах. В прошлом году в рамках цифровизации реализовано 29 проектов. В текущем году ведется работа по 28 проектам в сверхобразовании, здравоохранении, транспорте, экологии и других. Так, для профилактики преступности в областном центре будут установлены 1400 камер видеонаблюдения и 45 стационарных скоростимеров. В районных центрах будет организована единая дежурно-диспетчерская служба 112. С декабря начнется реализация пилотного проекта электронного билетирования общественного транспорта. Реализуется проект 109. Это круглосуточный канал приема заявлений и жалов в жилищно-коммунальной сфере. Цель – оперативное реагирование, направление на место бригад, контроль за ходом и качественное решение проблем. Большая работа проведена в рамках программы духовного возрождения. Наследие Корхатата внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Стали традиционными международные фестивали «Корхат» и «Музыка Великой Степи», «Парасатта-Поэзия». За счет средств областного бюджета проведены археологические раскопки ряда древних городищ. Запланирован ряд мероприятий в честь 175-летия Абая Кунанбаева и 25-летия Конституции страны. В рамках празднования 175-летия Абая Кунанбаева пройдет Большой республиканский айты среди окейнов. Также организуются различные выставки книг, контур-концерт среди школьников на выразительное чтение его произведений. В Год молодежи на Левом берегу сдан новый молодежный центр. Ведется работа по снижению безработицы среди молодых людей. Реализуется программа поддержки молодежного предпринимательства. Проводятся различные слеты, фестивали. Создан республиканский лагерь. В регионе разработана специальная дорожная карта до 2021 года по работе с молодежью, особенно категории НИД. По нашим данным, в регионе проживает 82 молодых человек этой категории и повсеместно ведется работа по их социализации. В календаре до конца года ряд крупных мероприятий. Вручение молодежной премии Сарума Те, премии имени Ганимура Тбаева, проведение республиканского фестиваля, молодежных театров и другие мероприятия. Махат Халыбаев, Аким Жан Желтаев, Алмат Мендыбаев, Торихан Кожахметов, телеканал Кызыларда.